Министерство энергетики сообщили сегодня, на первом блоке Белорусской АЭС начались предпусковые работы. Готовность первого энергоблока оценивается в 97%. На втором энергоблоке монтируют оборудование, чтобы успеть в срок. На объекте работают 36 субподрядных организаций из Беларуси и России. Строят и монтируют оборудование почти 5000 человек. Техническая вода на станцию будет поступать из Виле. Сегодня мы готовимся к очередному этапу, ключевому в рамках графика предпусковых операций. Это выход на так называемую горячую обкатку, когда мы станцию с имитаторами топлива в зоне реактора будем выводить на рабочие параметры по температуре, по давлению и проводить весь положенный при этих операциях цикл испытаний. Если все сложится положительно при проведении, то мы в первом квартале выйдем на физический пуск. После ввода нашей станции изменится энергетическое сотрудничество на всем пространстве СНГ. План совместной работы сегодня обсудили в Минске на заседании комиссии по мирному использованию атомной энергии. Из итогов подписано межгосударственное соглашение в области аварийного реагирования. В первую очередь такое сотрудничество нацелено на предотвращение внештатных ситуаций. Основные проекты реализуются с Россией. Одна из важнейших тем нашего сегодняшнего заседания – это одобрение плана конкретных мероприятий. Я вам просто поясню, о чем идет речь. Это разработка матриц оповещения. Дальше – согласование комплектов технической документации. Далее – назначение контактных пунктов. Далее – согласование параметров аварийно-спасательных формирований и так далее. То есть это сугубо практические вещи. Все это мы будем отрабатывать. Именно в залоге, чтобы это никогда не потребовалось. Завтра участники встречи посетят информационный центр, а также центр подготовки персонала в Островце. Для Узбекистана, к примеру, этот визит станет возможностью больше узнать о подобном строительстве. В стране сейчас возводят собственную атомную станцию. Субтитры создавал DimaTorzok